МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Город отдельно, мусор отдельно. Когда планируют начать рекультивацию Пехтулинской свалки? Брошены и забыты. Что увидели представители Общероссийского народного фронта в Бурнарах? Два золота и одно серебро. Чувашская спортсменка вернулась с победой со Всемирной универсиады. В республике выясняют обстоятельства, произошедшего накануне ДТП. На федеральной трассе столкнулись легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. Обошлось без жертв. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Все они были доставлены в столичные больницы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Сейчас точную картину этого происшествия восстанавливают следователи, пока непонятно, что именно заставило легковой автомобиль выехать на встречную полосу. По предварительной версии, с превышением скорости по трассе двигались оба автомобиля. В ГИБТД также не исключают, что в салоне маршрутки ремнями безопасности были пристегнуты не все пассажиры. Пассажир автобуса Евгений Тихонов с одроганием вспоминает. От сильного удара маршрутку развернула, потом она опрокинулась на бок. Из Чебоксара автобус выехал переполненным, пострадали 16 человек, но большинство уже сегодня отпустили домой. В реанимации сейчас находятся два пассажира. Их жизнью, уверяют медики, ничего не угрожает. Двоих доставили в тяжелом состоянии. Двоих, это значит пассажиры и легковые машины маршрутки. Да их же двоих прооперировали. У них оказались разрывы органов брюшной полости. Стабильное тяжелое состояние. Выражаясь нашим языком, соответствует сроку и тяжести перенесенной операции. То есть станет стабильным, готовится перевод в самотече в хирургическое отделение. В больнице продолжают оказывать помощь и троим детям. Одному из них поставили диагноз «отрясение головного мозга». Но уже на следующей неделе прогнозируют медики-пациенты. Будут выписаны. К нам поступило семь детей после вчерашнего ДТП. К счастью, травмы получены ими всей легкой и средней степени тяжести. Четверо детей сегодня будут выписаны абсолютно здоровыми. Они находились под медицинским наблюдением. И им проведено было обследование, которое не выявило серьезных проблем со здоровьем. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии взял ситуацию по оказанию медицинской помощи пострадавшим под личный контроль. Михаил Игнатьев также поручил провести объективную оценку причин ДТП и наказать виновных. Дмитрий Ковалев, Рессель Мухаммедов. Республика. К сожалению, аварии на дорогах явление частое и распространенное. Сегодня днем на улице Карла Маркса произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Авария произошла примерно в 12.50. Недалеко от бизнес-центра первая площадка. По предварительной версии, водитель «Жигулей» седьмой модели не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мазда-6». В «Семерке» находились водитель и пассажир. Первого госпитализировали в одну из чебоксарских больниц с предварительным диагнозом «перелом ноги». Пассажир не пострадал. Водители-пассажир иномарки также не пострадали. Сегодня в Доме правительства прошло совместное заседание экономического совета и Совета по улучшению инвестиционного климата. На заседании обсуждались перспективы развития Чувашии с учетом общероссийских тенденций. Одна из ключевых задач правительства Чувашии – сделать республику успешным, развитым и инвестиционно привлекательным регионом. В этом направлении республика уже добилась весомых успехов, отмеченных на федеральном уровне, подчеркнул Михаил Игнатьев. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, обозначил 10 лучших регионов по национальному рейтингу. Мы заняли 9 место. Поэтому я выражаю слово благодарности всем тем организаторам и всем тем, кто осуществляет проведение этого рейтинга. Это говорит о многом. На самом деле это говорит о получении делового климата. Это говорит о том, что мы на самом деле эффективно взаимодействуем с бизнес-обществом. Власть и бизнес, бизнес и власть. Этот рейтинг, я полагаю, нам дает возможность привлечь дополнительные и федеральные инвестиции, бюджетные прежде всего, и привлечь предприимчивых, состоятельных предпринимателей для открытия новых производств, для создания новых высокопроизводительных рабочих мест. Сегодня в республике работают около 50 тысяч субъектов предпринимательства. Они обеспечивают занятость 37% населения, а это около 146 тысяч человек. Для дальнейшего успешного развития этого сектора экономики на днях временно исполняющий обязанности главы Чуваши подписал указ о мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Он направлен на создание благоприятных условий для свободного развития инициативы. Все эти вопросы в основном ведомстве министра экономического развития Владимира Аврелькина, который рассказал собравшимся на Совете о перспективах развития экономики с учетом макроэкономических показателей. По его словам, сейчас отрасль развивается в новых условиях, которые продиктованы санкциями против России. Для поддержки малопредпринимательства используем все меры государственной поддержки, которые предлагаются федеральным центром. Это от консультации, правового сопровождения проектов, написания в том числе и бизнес-планов и их сопровождений, прямой финансовой поддержки, предоставления институтов развития. Дополнительно в текущем году с целью стимулирования предпринимательства к созданию нового производства принято новое налоговое преференции в отношении вновь зарегистрированной компании в обрабатывающих производствах в виде нулевой ставки по налогам. Кроме того, министерство разработало специальное пособие, которое должно помочь предпринимателям ориентироваться в нормативно-правовой базе. Михаил Игнатьев отметил, что руководителям муниципалитетов нужно внимательно изучить критерии инвестиционного рейтинга, выявить сильные стороны и посмотреть, какие показатели нужно улучшить. Также глава региона отметил, что подтянуться должны и предприятия аграрного сектора. Точки роста по этим проектам, которые есть, они при ритете у нас на уровне правительства обозначены. Вы как отраслевой министр, как вице-премьер Сергей Владимирович, должны работать и оказывать содействие, быть помощниками для того, чтобы они быстрее реализовывались. Я вот к сведению могу сказать, Мария у нас обогнала по производству мяса птицы. Понимаете, они три раза больше производят. Если мы возьмем все категории хозяйств по объемам производства, сколько у нас, Игорь Владимирович? В этом году мы планируем произвести 120 тысяч тонн мяса птицы. 120 тысяч тонн. Мария у нас примерно два раза больше произведет. Да, 200 с лишним. Понимаете, я обращаю внимание к бизнесменам, которые аграрным сектором занимаются. Обращаю внимание к главам администрации. Мария Лабагнал, Башкортостан. На совете также рассмотрели инвестиционные планы, которые наметили себе крупные предприятия республики. Такие как ЧААС, Химпром, Сувар-2, Юрма, Чебоксарский мясокомбинат. С 1 января 2016 года пехтулинскую свалку можно будет считать полностью закрытой. Ее начнут готовить к рекультивации. А мусор из Чебоксара, Новочебоксарска, Марпасадского и Чебоксарского районов с августа месяца будет отправляться на полигон твердых бытовых отходов. Такие сроки были обозначены на выездном совещании по созданию системы переработки и утилизации отходов на территории Чувашии. Два самых больших города республики Чебоксары и Новочебоксарск ежегодно отправляют на свалку более 200 тысяч тонн мусора. И если Пехтулина с такими объемами уже не справится, то на новом полигоне это не составит большого труда. Сегодня здесь идет строительство огромного мусоросортировочного комплекса. В первый этап вложено 623 миллиона рублей федеральных и республиканских средств и 850 миллионов самой концессионной организации ЗАО управления отходами. Хотел бы отметить, что этого никогда бы не произошло без той работы, которую в свое время проведена была республикой, когда республика впервые и единственный раз в истории Российской Федерации получила средства из институционного фонда на создание проекта и первой карты полигона, которая, кстати, тоже уникальна. Это один из самых больших таких объектов, построенных наиболее современной технологией с использованием противофильтрационного экрана, который полностью предотвращает риск попадания вредных веществ в грунтовые воды. Здесь не беспокоиться о возможных неприятных запахах. По технологии в конце рабочего дня в мусоросортировочном комплексе не должно остаться ни грамма отходов. Чистоту необходимо поддерживать идеальную. Для этого уже закуплены специальные машины-чистильщики. В целом весь автопарк сформирован, причем продавцы оформили покупку с удвоенным сроком гарантии. Процесс сбора мусора тоже продумали до мелочей. Около 300 машин работают в муниципалитетах. Далее они отправляются на мусороперегрузочную станцию в городе или районе, где идет первичная сортировка. После отбора сырья, которое пригодно для вторичной переработки, ненужный мусор погрузят в герметичные автомашины, которые повезут его на полигон по объездной дороге. Причем большегрузом придется сделать всего лишь 8 рейсов в день. Весь тот мусор, который в республике производится или появляется на этом сортировальном пункте, на этом полигоне, можно принимать, сортировать на разные фракции. И те отходы, которые можно вторично использовать, с пользой для дела, для других товаров народного потребления, они будут использоваться. И следующее здесь хочу сказать. Все органические отходы, экологические, чистые, будут использоваться для последующего топлива. Это тоже важно. Сегодня компания «Консессионер» ведет переговоры с отдаленными районами республики. Теоретически мусор на переработку можно будет свозить почти со всей Чувашии. И тогда она станет первым субъектом федерации, где 95% отходов перерабатывается в одном месте. Новые методы переработки и утилизации ТБО также отразятся на тарифах за вывоз мусора. На сегодняшний день мы знаем, что данный вид услуг входит в плату со содержанием и ремонт жилья в помещении. И на сегодняшний день эта плата в целом по Чебоксарам составляет доля 7,5%, по Чебоксарскому около 5%, а в Чебоксарском районе где-то около 8,5%. С учетом того, что все мы просчитали, вид услуг и вид услуг, с учетом ввода эксплуатации первой карты, данный размер платы составит с ростом где-то в два раза. И окончательный размер платы граждан уже в содержании жилья увеличится где-то на 15%. Это совсем немного, я считаю. Тут технология современная. Конечно, инновационный подход к экологическим проблемам не подразумевает лишь строительство полигона и закупку новой техники. Необходимо, чтобы жители республики понимали, насколько важно сегодня правильно обращаться с разными видами отходов – пищевыми, твердыми, радиоактивными. Поэтому полигон ТБО станет еще и образовательной площадкой для школьников. Здесь будут проводиться уроки экологической грамотности. Подобная практика осуществляется в других регионах России и уже приносит свои плоды. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Крыша течет, стены ветхие, туалет на улице, мусорных контейнеров нет и железная дорога поблизости. В таких условиях в поселке Вурнара живут более 50 человек. С ними встретились члены Общероссийского народного фронта. Побывала там и наша съемочная группа. Марина Герасимова живет в этом доме 1973 года. Говорит, что родилась и выросла в поселке СМП. Эти бараки поставили для строителей железной дороги, а потом они так и остались в них жить. Здесь прописаны 12 семей, еще человек 45 живут неофициально. Условий, конечно, никаких нет. Ни туалетов, мы зимой на улицу уходим в туалет. Так, земли у нас тоже нет. Питьевая вода у нас никогда не проверяли. У нас колодцы свои есть. Живем около железнодорожной линии. Значит, вот у нас поезда проезжают 20 метров от железной дороги. Условия, в общем, очень плохие. В дождь у нас крыши протекают. Еще год назад активисты фронта выявили все эти недостатки и обязали администрацию поселка Вурнары взять на себя все обязательства по переводу домов в муниципальную собственность, чтобы затем включить их в программу переселения из ветхого фонда. Тогда же, в июне 2014 года, чиновники обещали обеспечить людям минимальное удобство. Одним из главных наших требований – это обустроить здесь туалеты. Выполнить обустройство на стилу, чтобы можно было сюда ходить. Дорогу, конечно, я не знаю, как сюда даже вот скорой помощи подъехать, как пожарной машине подъехать. Эти требования, конечно же, не выполнены. Не вижу я, значит, так же контейнера для сбора пищевых или там отходов. Не вижу о том, что, значит, администрация, опять же, гарантировала убрать здесь весь мусор, который скопился. Администрации вот приехали, доски маленько разложили здесь, тропиночки сделали, чтобы грязью не ходить. Именно сегодня они траву покосили, именно перед вами, что приедут, народный фронт приезжает. Они с утра уже тут 7 часов работают. Это просто показуха перед народным фронтом. Вот так вот. Только сегодня траву покосили. У нас травы тут выше нас. Не пройти. Мусор, мусор вообще. Мусор сегодня вывезли. Опять же, сегодня только вывезли. До вашего приезда вот. Хотя, по данным Виктора Гурбунова, сделать это администрация обещала еще 5 мая. Это зафиксировано в письме, который администрация района адресовала Чувашскому отделению ОНФ. Также в этом письме зафиксировано, что до 1 сентября 2015 года должна быть организована работа по постановке жителей домов по улице Путевая на учет, как нуждающихся, и провести обследование помещений на пригодность для проживания. Еще один пункт – направить письмо в адрес Министерства строительства Чувашии с просьбой включить эти дома в программу по переселению из аварийного жилищного фонда. На деле оказалось, что соблюсти сроки невозможно. Документы в кадастровой палате района готовятся в течение полугода. Как они будут зарегистрированы, пройдет год, и мы по решению суда выйдем, чтобы их взять на баланс. А так как они по техническому паспорту имеют уже процент износа больше 70%, 65% достаточно, они сразу попадают автоматически в районную программу по переселению граждан. Притом в действующую программу переселения эти дома не войдут, а только в ту, что будет действовать уже с 2018 года. Глава администрации Вурнарского городского поселения предлагает жителям домов самим выходить в суд на чиновников, чтобы ускорить процесс признания зданий бесхозными. Не отстанем, поэтому вот так в сторону забыли про этот дом. Отвечая на ваш вопрос, чтобы помочь, как они туда попали, извините, это уже решение суда будет. Активисты Общероссийского народного фронта отметили, что документы необходимо готовить как можно быстрее, чтобы люди смогли переехать в более цивилизованные условия, а воду, которую они используют для питья, срочно проверить. Вы почему не взяли и до сих пор не сделали анализ воды в колодце? Почему не установили огнетушители на входах? Вот насчет огнетушителей. Мы сегодня установим, завтра их уже не будет. Вот их уже не будет. Сегодня вот привезем, поставим, и кто за них будет отвечать. Опять администрация будет. По обязательствам, которые берет на себя район, нас информировать. Информировать не только телефонами, но и документы присылать электронной почте, мы будем на прямой связи. Одновременно я говорю и жителям. Эту тему мы не оставим просто так. И будем контролировать и наблюдать за теми действиями, которые происходят в данном районе. Но для того, чтобы хоть что-то изменилось, жители этих домов тоже должны потрудиться. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Олег Якимов. Республика. В столице Чувашии продолжается городская акция «Встречаем лето вместе». Во всех дворах Чебоксар проходят праздничные программы с участием творческих коллективов. Как прошло одно из таких мероприятий, узнаем в следующем материале. Яркий и красочный праздник увидели все жители домов по улице Ашмарина в Чебоксарах. Юные горожане и их родители смогли посоревноваться в шуточных состязаниях, повеселиться на батуте и проверить себя на меткость. Организаторы акции постарались увлечь всех жителей микрорайона. Развлечения по душе нашли себе и пенсионеры, и молодые люди, и маленькие ребятишки. В течение двух с лишним часов на дворовой площадке царил настоящий летний бум. Ой, очень даже хорошо, почаще бы так. Мы южанские очень любим, когда праздник устраивает. Надо, надо, обязательно. И почаще. Ну, так интереснее зато. И народ собирается, и сближается как-то лучше. Тут все отлично, все понравилось. Концерт идет хорошо, интересно. Но мы уверены, что в будущем. Вообще настроение тоже хорошее, отлично. С друзьями общаемся больше. Новые знакомства иногда находим. Самых активных и заслуженных жителей микрорайона наградили памятными призами и благодарностями. Медали за любовь и верность получили из рук главы города Леонида Черкесова, супруги Калинины. Они живут в браке уже более 50 лет. Акция «Встречаем лето вместе» с успехом идет в дворах Чебоксар с начала июня. И продолжатся все оставшиеся летние месяцы. Такую акцию, я думаю, что, во-первых, для жителей, она должна быть интересной и полезной, но и для администрации. Это контакт с жителями как раз. Во-первых, концертные программы во дворах. И здесь мы встречаемся с жителями. Вот видите, очень много вопросов они задают. Выслушиваем. И вот взаимный такой обмен. Привезти праздник в каждый двор – одна из идей акции «Встречаем лето вместе». Другая – возможность открытого и прямого диалога органов власти и горожан. Глава Чебоксар отметил, только при тесном сотрудничестве всех сторон можно добиться нужного результата. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Далее в нашем выпуске «История добра», которую узнала наша съемочная группа, побывавшая в детском садике «Золотой ключик». Сегодня ребята и воспитатели передали библиотеке имени Льва Толстого серию уникальных книг. Откуда они взялись и чем помогут малышам с ограниченными возможностями здоровья в нашем сюжете. Эта история началась в прошлом году, когда в детсад номер 113 пришел мальчик с плохим зрением. Сначала воспитатели задумались, как объяснить ребенку, какими бывают звери, птицы, цветы, деревья и природные явления. Потом решили сделать для него специальные тактильные книги. Остальные ребята с радостью согласились помочь. Нужны нитки, ракушки, материал приготовить надо. Ага. Сему выбрали? Надо еще тему выбрать. А еще шерсть для барашка, перышки для совы, засушенные листики, бусинки, да мало ли что придет в голову книгоиздателям из «Золотого ключика». Изготовление тактильных книг стало частью образовательного процесса. Работая над учебными пособиями, дети закрепляют свои знания, развивают мелкую моторику. Понятно, что без помощи взрослых не обойтись. И вот уже получилось коллективное творческое дело для воспитателей, ребят и их родителей. Во-первых, этот проект сплотил нас. Детки стали больше знать о проблемах других деток с нарушением зрения. Ну и, мне кажется, чтобы в помощи им, чтобы... Ведь они не видят окружающий мир. Вот как можно объяснить словами «облако»? Общими усилиями за год сделали 15 уникальных книг. Сегодня все они отправились в специализированную библиотеку имени Льва Толстого для незрячих. Надо ли говорить, что такой подарок приняли с огромной радостью. Мелкомоторика рук очень важна для слепых детей, потому что в последующем они будут изучать систему Брайля. Это вот то, что читают руками. Тактильные книги, выпущенные фабричным способом, хоть и редко, но попадаются. Вот только стоят очень дорого – от 2000 рублей. А в детском саду «Золотой ключик» готовы создавать их абсолютно бесплатно. Ведь у добра нет цены. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика. На Всемирной универсиаде в южнокорейском Кван-Джу спортсменка из Чувашии завоевала очередную награду. Марина Пандакова в соревновании женщин по спортивной ходьбе на 20 километров заняла второе место. Воспитанница Олимпиады Ивановой уступила победительнице также россиянке Аниси Кирдябкиной. А другая победительница универсиады Полина Федорова в пятницу вернулась в Чебоксары. На вокзале ее встречала и наша съемочная группа. Из южнокорейского города Кван-Джу самолетом в Москву ночь в поезде до Чебоксар. Несмотря на долгий путь, на лице Полины не следа усталости. На вокзале студентку Чигу встречают родственники, друзья и однокурсники. Поздравляем! Поздравляем! Ура! Полина скупана слова. Разговорить ее поначалу не удавалось даже мэтрам спортивной журналистики. Прямо со Штизлицем общаемся. Но, как отмечает тренер, во время соревнований спортсменка не стеснялась ни эмоций, ни соперников. Я проявила себя, потому что она не всегда была уверена в себе, а здесь перешагну. Когда ей браво кричали с трибун, я была так рада, что действительно она очень хорошо просмотрелась на помосте. Была самой такой легкой, красивой гимнасткой. И для нас это важно. Я думаю, что это придало ей уверенности в своих силах. Ей хочется шагать и развиваться дальше, вперед. Гимнастка приехала с универсиады с тремя медалями. Она победила в вольных упражнениях, завоевала серебро на бревне и выиграла золото в командных соревнованиях. Я считаю, что я выступила достойно, нормально. Были, конечно, свои ошибки, недочеты. Ну, не все сразу получается. В дальнейшем планирую дальше заниматься. О будущих турнирах спортсменка пока не думает. Сейчас хочет отдохнуть и заняться хобби. Полина любит делать открытки. А вот бабушки и дедушка ждут от внучки новых побед. Ой, эмоции, какие только не выполняли. Я одним словом скажу. Так держать и Россию, чтобы было всегда впереди. Муж говорит, теперь с Полиной требуется. Это универсиада, это среди студентов. А ведь среди взрослых уже, которые не один раз, надо говорить, труднее будет. Надо готовиться. Я говорю, она это может. В Министерстве физкультуры и спорта выступления представительницы Чуваш оценивают как удачное. Там у нас такой же большой результат показала Алина Прокопьева, которая завевала две медали. Ну, результат Полины Федоровой действительно очень выдающийся, можно сказать, потому что три медали на одних соревнованиях – это большого стоит. Медальная копилка чувашских спортсменов еще может пополниться. 12 июля в борьбу вступают прыгунья в высоту Екатерина Федотова. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Олег Якимов, Республика. Сегодня в Чебоксарах впервые прошел летний фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями – Парафест-2015. В нем приняли участие как именитые параспортсмены республики, так и те, кто только начинает делать первые шаги в спорте. Как прошел праздник приобщения к физической культуре, знает наша съемочная группа. Спорт для нас жизненно необходим. С этих слов открылся фестиваль. Вот уже который год эти люди опровергают стереотипы о своих ограниченных возможностях. Поют не в виде зрителей, танцуют не вставая с колясок. На фестивале нет ни возрастных, ни географических рамок. Среди участников – жители Канажского, Маргаушского, Шумерлинского, Ядринского районов и, конечно же, чебоксарцы и новочебоксарцы. И все они, несмотря на ограниченные возможности здоровья, продемонстрировали силу, ловкость и выносливость в различных видах спорта. Такие соревнования очень важны для того, по одной простой причине – собрать всех в один коллектив. Когда мы единая команда, то есть мы сила, да, вот многие сидят дома. Вот я хочу как раз, наша идея – это популяризировать инвалидный спорт, чтобы люди не сидели дома. Увидев эту передачу, обращались в наш клуб «Феникс». Он единственный в городе, который занимается именно спортом для инвалидов. Все больше приобретает популярность такой паралимпийский вид спорта, как боча. Обучает ему в чебоксарской детско-юношеской спортивно-адаптивной школе. Причем ее воспитанники уже успели съездить на соревнования в Зеленодольск и на московский парафест, заняв там призовые места. Вот я, например, первый раз с бочей познакомилась только в школе, когда вот мы на тренировках играли. Очень интересная и увлекательная игра. На следующий год пусть к нам люди еще присоединяются, будем играть вместе, соревноваться. В Чувашии практикуются и другие виды спорта для инвалидов – пауэрлифтинг, дартс, гонки на колясках и не только. Попробовать себя в каждом из них успели участники парафеста. Жмут штангу не хуже здоровых, да и в бадминтоне многим составят конкуренцию. С октября месяца прошлого года начал заниматься бадминтоном. Вот трех фестивалях, вот третий фестиваль участвую. А так вот в Саратовской области в прошлом году, не в этом году, извиняюсь, съездили на чемпионат России по бадминтону, парабадминтону. Заняли третье место парным. В Чувашии уже есть заслуженные мастера спорта, международники и более 20 мастеров спорта России. И это не предел. Благодаря всевозможным мероприятиям, которые проводятся и будут ежегодно проводиться в республике, их может стать намного больше. Екатерина Абрамова, Олег Якимов, Республика. Чувашский гидрометцентр предупреждает. В республике ожидаются грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению ЧП, обрыву ЛЭП и линий связи, обрушением конструкций, ветхих крыш, высотной строительной техники и кранов. Возможно подтопление низинных частей местности в населенных пунктах с нарушением работы ливневых систем, затруднения в работе всех видов транспорта. МЧС по Чувашии просит всех жителей быть предельно осторожными. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я желаю вам всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин